Привет! Привет, привет! Как дела? Слушай, да хорошо дела, на самом деле тепло, солнечно, хорошо. Ты где сейчас? Слушай, так получилось, что я сейчас в Греции нахожусь. Да, я здесь немножко застрял, как и все, кто выезжал за границу. На самом деле нет, не застрял, я и планировал после того, как пройдут ярды. Просто я планировал сюда приехать, отдохнуть и задержаться здесь хотя бы на месяц, например, потому что 90-дневная виза позволяет. А так получилось, что с нынешней ситуации пришлось здесь как бы чуть подольше застрять. Но еще время есть. Границы не открыты, но возможность пока пребывать есть. Слушай, скажи, пожалуйста, мне ярды же вышли в конце января, а не успели откатать все, что было в прокате, или карантин уже наступил на пятки? Слушай, нам на самом деле повезло, что мы успели выйти в прокат. Вот, не выше 30 января, да, у нас все назначенное и все отведенное время, которое нам было дано, мы успели это все пройти, поэтому с этим, с этим, да, повезло. Я не представляю, если бы ушли бы на карантин с этим, наверняка бы делали бы онлайн-премьеру, и это бы еще надолго затянулось, и было бы тяжело моему сердцу. Для тех, кто не знает, я скажу, что изначально была короткометражка, это было, ну, уже, считай, три года назад, да, 2017 год, называлось «Ярды док», и вот сейчас мы увидели, как родился полный метр. Как это вообще происходит? Из короткометражки документальной получается полный метр. То есть ты как бы берешь и говоришь, я уже рассказал эту историю, а теперь я ее расскажу заново или другими средствами, как, почему? Ну, скорее, другими средствами, знаешь, это был не тот случай, как, допустим, взять, там, «Выполош», да, Дэми Шарзелла, у него была короткометражка, он грезил этой идеей именно этим фильмом, он снял за свои средства, я уж не помню, вот, и пошел как бы у боссов просить деньги на большое кино. С «Ярдами» была другая история, вот, я пошел учиться в МШК, и итог первого курса, это была курсовая работа «Ярды», это документалка была, и так уж получилось, что мне удалось отснять одному из первых и соткать это кино, вот, и, ну, на самом деле, как мне говорил Алексей Петрович по-погребски, удалось, вот, что он после тоже сказал, когда посмотрел «Ярды», это было очень лестно, и «Ярды полный метр», я имею в виду. Слушай, ну вот, родилась короткометражка, и не было такой задачи делать из нее полный метр, полный метр, большое кино, то есть я всегда грезил и мечтал снимать большое кино, но конкретно «Ярды» не была той идеи в «Пикс». И тут, конечно, пришел, как всегда, на помощь, скажем так, мой сумасшедший друг и продюсер Володя Комаров, вот, он посмотрел одну из операций монтажа, и первая, по-моему, или третья итерация, у меня была почти час, 49-минутная. И он посмотрел и говорит, блин, круто, круто. И в процессе того, как я делал документальный фильм, я понимал, что, в принципе, можно недорого снять эту историю, полным метром ее сделать. И то есть, как бы, мы об этом даже не говорили, у нас такое частенько случается, мы с ним не говорим, он в какой-то момент звонит и предлагает мне сумасшедшую идею. Так уж получилось, что три года назад я тоже был здесь, в Греции, и он мне звонит, я был на море, на пляже, и он мне говорит, чувак, давай снимать кино. Я говорю, какое, какое. То есть, у меня на тот момент какие-то были идеи, я там грезил сайфаем. Он говорит, ярды, полный метр ярды. И я такой, окей, давай. Ну вот, собственно говоря, вот такая история. А скажи, пожалуйста, а у людей, которые, например, делают сериалы, тоже вот там идет-идет сериал, какой-нибудь, я не знаю, секс в большом городе шел, много сезонов, потом все говорят, ой, давайте сделаем полный метр. Это вот как-то, как это происходит? Другая история, получается? Слушай, ну... Все выходят рано или поздно в полный метр. Ну, конечно, я думаю, что там с большими такими проектами, которые там перерождаются в полный метр, там уже идет финансовая составляющая, потому что успешный сериал, почему его не превратить в полный метр, реализовать эту идею и, собственно, подтянуть старых фанатов и дать новую жизнь. Это как бы чуть-чуть другая история, вот, если сравнивать с нашей историей. Ну, мне кажется, она вот... Да, да, безусловно так. То есть, допустим, смотри, если бы сейчас вдруг сказали бы то, что мы сделаем друзья в полный метр, друзья, я думаю, что... А они говорят периодически, они... Да, да, да. А что, как его делают? Да, я поэтому и говорю, это будет просто фурор, и он соберет наверняка огромную кассу, потому что пойдем мы, в общем, те, кто на нем рос, и в любом случае подогреют какую-то более молодую аудиторию, и тоже... Ты знаешь, я, кстати, раз уж мы упомянули сериал, друзья, я с большим удивлением узнала, что 14-летние подростки сейчас тоже дико кайфуют от этого сериала, и несмотря на какие-то уже олдскульные вещи, он для них абсолютно живо и современно звучит. Это прям, наверное, радостно. Абсолютно. Но это, на самом деле, уникальная вещь. Про финансирование. Я правильно поняла, что денег фонда кино вы не взяли на фильм? А могли? Мы на фонд кино и не собирались. Единственное, куда мы могли бы это попасть, в Минкульт. Слушай, да, конечно, могли. Просто фишка в том, что мы так внезапно начали это делать, и так внезапно этим всем увлеклись, что мы даже, если честно, не рассматривали такой возможности попасть в Минкульт. На тот момент мы даже не могли представить, как туда зайти, понимаешь? А теперь представляешь? Теперь представляю. Нет, на самом деле у нас была возможность, и мы подавались на Минкульт, когда уже был фильм на 8% отснят, мы подавались на софт-финансирование. Мне приходилось там защищать кино, выходить на эту сцену. Это не увенчалось успехом, поэтому мы как бы доделывали фильм за свои деньги. Вот. То есть это как бы не принципиальная позиция ни в коем случае наша была. Просто так сложилось, понимаешь? Мы совсем неопытные в этом были. У нас не было никаких знакомых, никаких друзей, которые к нам могли бы сказать, чуваки, вот идите туда, там вам дадут деньги. Можно взять попутку. Конечно, да. Теперь мы, конечно же, понимаем, мы прошли громадную, большущую школу, и теперь понимаем, на что стоит обращать внимание, на что нет. А скажи мне, пожалуйста, вот я всегда с изумлением смотрю титры, во-первых, с большим трепетом вижу, что человек делал и то, и это в фильме. Ты вот прям как этот кец и жнец, и сам и снял, и сам смонтировал. Ну там не без помощи, у вас там три человека в титрах. Это почему? Это потому, что ты все контролируешь тотально, или потому, что ты, не знаю, это круто делаешь все, и действительно? Слушай, ну это не вопрос какого-то тотального контроля, это лишь вопрос познания этого большого куска, понимаешь, того, что ты сделал, большого куска материала. И да, и безусловно, это важно. Я считаю, что начинающим это крайне важно, пускать свои руки везде, потому что таким образом ты узнаешь весь фильм от и до, каждый дубль, отсмотришь, все. И в таком случае тебя не смогут обмануть, понимаешь? Условно, те, кто его будет монтировать или еще что-то будет делать. Поэтому я, когда закончил фильм, улетел домой на Ставрополье и сидел в огороде в Бабушкином и на ноутбуке, по сути, собрал большую часть фильма. А потом я уже пригласил замечательного монтажера, режиссера монтажа, Надю Филатову. И мы с ней уже начали крутить какие-то склеечки, концептуальные какие-то решения делать. А вообще, ну это очень важно, мне кажется, запускать руки везде. Ну а скажи мне, а в итоге фильм от того, каким ты его задумал и то, каким он получился, отличается? Или вот благодаря тому, что ты все контролировал, везде сам был, присутствовал? Ну почти везде, да? Он прям такой, каким ты хотел его видеть? Слушай, ну это такой очень сложный вопрос, потому что у нас была большая дистанция работы. И за это время, ну как бы мы все знаем, что кино рождается трижды, да? Когда мы его пишем, когда снимаем и когда монтируем. Да, это действительно так. И что касаемо какого-то определенного порыва моего и замысла, мне кажется, что он, точнее я могу с уверенностью сказать, что он совсем не пострадал. То есть мне приходилось биться со всеми теми творческими единицами, которые входили в проект. Ну не то чтобы биться, а доказывать всегда и отставить свою точку зрения, что вот это для моего замысла полезнее, чем то, что ты предлагаешь. Ты предлагаешь круто, но это... Ты видишь меня? Олесь? Да, вижу, вижу. Слышишь? Да? Слышу прекрасно. Я думаю, нам придется... Хорошо, давай. Играть в Блиц. Просто три вопроса и разошлись. Потому что невозможно. Настойчивый... Мне кажется, у меня за неуплату МТС на название определяется, что это МГТС. А, так это ты. Ты и ты всему виной, не я. Я уже попросил всех, чтобы отключили. Не, ну я же по Wi-Fi. У меня как бы МГТС, а ты и Wi-Fi никак не связываешь за собой. Я понял, понял. Скажи мне, а какими, собственно, вообще режиссерами ты вдохновляешься? Какие режиссеры тебя удивляют прям по-хорошему? Ну я на самом деле неустанно всегда твержу, и возможно, это будет несколько тривиально, но тем не менее. Я вообще вдохновляюсь, я обожаю Квентина Тарантино за его вообще уникальность, самобытность, и это то, к чему хочется стремиться, и то, к чему должен стремиться каждый режиссер, как мне кажется. Он единственный мостик с тем кинематографом, который существовал до его прихода. И то есть, по сути, я начал изучать кинематограф посредством Квентина Тарантино, а когда я стал узнавать еще больше и больше, и спустя какое-то время пошел в школу, я начал находить в нем эти все отсылки, все, откуда это все берется. Ну то есть, это уникальная штука, ты не воспринимаешь его плагиатором, а только лишь проводником. И это мне поистине всегда впечатляло, и это меня прям будоражит и вдохновляет по сей день. Еще куча всех режиссеров, их очень много, и каждый по-своему удивляет, но вот он уникален. Скажи мне, если вернуться к Ярдам, вот твои ощущения в день премьеры, что ты чувствовал до премьеры, потому что я видела немало молодых режиссеров, у которых это был дебют, кто выходил на сцену в октябре, говорил, что это первый раз, и потом сразу люди смотрят фильм, и ты получаешь фидбэк. Вот какой был фидбэк, что ты как бы услышал после фильма, как ты себя чувствовал до, и какие еще были чувства? Ну, на самом деле, чувства переполняли, потому что так уж сложилось благодаря нашим прокатчикам. Первую премьеру мы устроили на моей родине, в Ставрополе, и это было очень значимым для меня шагом. Была невероятная теплая атмосфера, крутейший зал был, кайфовый, с серебряным экраном, он был огромный, и с классным звуком, это ровно то, для чего мы делали это кино. И, безусловно, конечно, там была ангажированная, так сказать, публика, но, тем не менее, многие из них были мне совсем не знакомы, и, как мне кажется, там была наша целевая аудитория, там молодые ребята, которые там заканчивают вуз или колледж, и еще не знают, что им делать, куда идти, на самом деле. И это было очень нервно, мы представили фильм, я весь день был в каком-то состоянии, доселе неизвестно мне, вот, мы представили фильм, я сидел, как на ножах всю дорогу, смотрел со зрителями, переживал, и когда пошли титры, ну, это была такая, ну, овация была, это было очень приятно, и я смотрю на своих ребят, на актеров, на создателей, и у них просто какой-то кураж происходит, а у меня это, типа, не случилось, и я думаю, так, ну, круто, значит, фильм состоялся, потому что он встретился со зрителем, вот что я подумал, то есть я какого-то феерия и восторга не испытывал, потому что я еще знал, что у нас впереди московская премьера в Иллюзионе, и, видимо, ну, в общем, то, что это неописуемо, это факт. Ну, а скажи мне, а московская премьера отличалась чем? Да, всем, на самом деле, форматом, кинотеатром, контингентом, абсолютно всем, то есть там была такая теплая семейная встреча на юге, да, нашей страны, вот, а здесь ты, как бы, там ты свой парень, понимаешь, а здесь тебе нужно в любом случае чем-то удивить народ, и я просто переживал за эту премьеру, потому что у нас были проблемы с самой, не копией, а изображением на экране, мы приехали на прогон, и я расстроился, потому что мне не удовлетворяло это изображение, потом позвал оператора, он тоже расстроился, мы пытались как-то целый день, день премьеры там биться с какими-то настройщиками, чтобы нам как-то перестроили, причем у них малый зал, он классный, там тоже эталонный экран серебряный, а основной был не очень, и то есть я был очень подавлен и расстроен этим, потому что думаю, блин, как же классно, что вот там, в Ставрополе мои земляки увидели воочию все, во что мы вкладывали деньги и силы, и любовь, а здесь, к сожалению, будут отрезаны от этого люди, но тем не менее, тоже классно прошла премьера, очень тепло встретили, какие-то новые знакомые образовались после этого, в целом, в целом очень, очень неплохо, как мне кажется. Хорошо, а скажи, над чем тогда сейчас ты работаешь, если работаешь, или вот это отдых в Греции, он пока и продолжается, или что ты собираешься делать, какие планы дальше. Слушай, ну в связи с такой ситуацией, которая происходит в мире, очень сложно прогнозировать, что ты будешь делать, может я вообще буду мешки грузить, понимаешь, вот к чему я абсолютно нормально отношусь, у меня нет никаких проблем с этим. Но на самом деле я сюда ехал просто, знаешь, сбить вот это чувство фрустрации, которое образовалось после премьеры, и какое-то там время со мной происходило, и, конечно, хотел это все заполнить новой работой, написанием сценария, потому что совершенно случайно, глядя на большом экране и на реакции зрителей, я понял, что мне нужно делать дальше, вот прям сразу понял, да, и вот, собственно говоря, я сюда приехал, чтобы тратить это время и потенциал, чтобы написать эту историю. вот, на самом деле, на самом деле, да, мне, я не могу ничего такого прям, знаешь, сказать в качестве логлайна, они уже есть, и у меня уже там много чего написано, я в рукопись писал, вот, и могу тебе просто леснуть, показать немножко, смотри, скажи, да, ух ты, да ты плодовик, смотри-ка, вот смотри, я начал это писать и могу сказать, что это по жанру, это такой комедийный детектив, немножко абсурдный, вот, да, приключенческий, ну и сейчас, на самом деле, параллельно, как бы, в связи с тем, что меняется там мир и приходится как-то адаптироваться, разрабатывая тоже всяческие форматы, в том числе и скрин лайф, и куча разных идей, просто их пишу, оформляю, делаю логлайн и большую презентацию и будем думать, что это где. а как ты относишься ко всем веб-историям, которые сейчас появляются, понятно, что все мы сидим вот в самоизоляции, бесконечное количество сериалов, я уже вижу эти рефрены «Горшочек не вари», потому что, видимо, их стало очень много в раз, да, и как тебе это, посмотрел что-нибудь, что у тебя зашло, что было интересным? Слушай, я тогда так полагаю, ты имеешь в виду про скрин лайф формат, про это ты имеешь в виду? И про это, и про вот эти реалити, которые сейчас с использованием зума, там инстаграма. Да, да, да. Все игры, вот, ну, честно говоря, я, мне кажется, что этот формат, скрин лайф, который был изобретен Бекмамбетовым, уже используется не по назначению, неправильно используется, то есть, в его прекрасном примере у братья с друзей, мне кажется, там максимально круто, и потом еще был поиск в фильме. Поиск, как же, мне поиск очень понравился. Да, вот там максимально круто, максимально круто использована эта технология скрин лайф, там есть драйв, там есть движок абсолютно четкий, а у нас сейчас это воспринимается просто посидеть, поболтать, записать на экран и сделать из этого сериал, ну, извините, камон, я не готов на это время свое тратить. Я признаюсь тебе, если нет хорошей истории, как бы, да, то, в общем, кайфового фильма не получится, да, нет сценария, нечего играть. Безусловно, так. Вот, я признаюсь тебе, я тоже разрабатываю скрин лайф формат, вот, но там я хочу сделать оправданным, понимаешь, этот скрин экрана, оправданный, и он будет с прикольным тоже движком, это такое роут муви, ну, если будет, это такое роут муви. Смотри, в прошлый год был прям такой насыщенный на тему харассмента, очень много появилось там, и сериалы были, и фильм-скандал там в конце выходил, в конце, в начале этого уже года выходил. Как тебе кажется, какие вообще темы сейчас с точки зрения режиссера актуальны для кино? Мы все-таки надеемся, что мы вернемся к большому экрану и будем смотреть. Что, как ты думаешь? Или все киносы снимают сейчас про вирус, про пандемию? Ну, безусловно, понимаешь, эта волна пройдет какого-то переживания этой вот глобальной проблемы. Она, безусловно, отразится и в кинематографе, и в творчестве, и в музыке, и во всем, чем угодно. Но мне кажется, что нужно все-таки быть хитрее, идти куда-то дальше. То есть, не мусолить эту штуку, потому что вот в данную секунду ее уже мусолит сто человек. Ну, к слову. А относительно каких-то тем, знаешь, мне кажется, что тут даже понятие не в теме, не в темах понятия, а тема уже вопрос в нишевости, то есть, кому ты хочешь адресовать свой контент. То есть, вот это гораздо интереснее и гораздо, мне кажется, круче сейчас будет работать, когда ты находишь определенную нишу и начинаешь бомбить туда контент. Относительно тем для режиссеров, мне кажется, что каждого режиссера, если спросить, ему, он тебе ответит, то, что главное, чтобы был сценарий, была бы крутая история, какая фактура, какая в нем тема затрагивается. Это уже дело совсем другое. Вот, соответственно, мне кажется, что возникнет необходимость в нас, в кинематографистах, когда все это закончится, как в неких, знаешь, психологах, что ли, чтобы мы просто разряжали людей. И мне кажется, что мы будем смотреть в сторону какого-то комедийного контента, хотя, может быть, и комедийного, приключенческого, потому что поржать. Ну, всем хочется эмоций позитивно. Именно за этим в основном и пойдут, особенно после вот этих вот месяцев сидения. Слушай, я хотела, сейчас тебе адресу этот вопрос, потому что просто сегодня как-то так сама с собой рассуждала. Расскажи мне, пожалуйста, про фокус-группы. Они у каждого фильма есть? Или это какая-то выборочная история? Хотят делают, хотят нет? Слушай, ну, фокус-группа это исключительно в таком большом коммерческом кино, вот, когда продюсер не желает и не хочет как бы терять свои деньги, поэтому он должен, и это на самом деле правильно, он должен себя обезопасить, соответственно, создаются эти фокус-группы, есть профессиональные платформы, где тебе за определенные деньги отфокусят твой контент, либо ты собираешь сам как-то этот народ. Что касается мое отношение к фокус-группам, слушай, ну, вот, теперь уже, мне кажется, что в этом есть какая-то логика, если даже не изменить все после этого, хотя бы просто прислушаться, потому что в процессе работы у тебя замыливается глаз, нос, уши, все замыливается, поэтому иногда нужен пинок. В моем случае фокус-группы составляли моя творческая группа и какие-то близкие нам люди. Мы смотрели, обсуждали, абсолютно я нормально к этому всему относился и что-то меняли, например, у тебя в Ярдах все-таки история не совсем, да, Ярика получается биографическая, но тут и твоя собственная, она такая сочиненная, сложная, да, концепция получилась. А скажи мне, Ярик у тебя был композитором, я правильно, там, все, что я читала про кино еще, я посмотрела, кстати, фильм, я не просто, я так не живу, я не общаюсь с режиссерами, не посмотри в кино, а почитав критику, да, и, кстати, я скажу вообще, в принципе, я его смотрела, наверное, где-то, мне кажется, в самом начале февраля, мне вполне прям вот на одной волне прошло, да, я прям не на большом экране, честно тебе скажу, я смотрела онлайн, вот, ночью так все, ну, круто, 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 вот, и скажи мне, он же композитором был, правильно? Да. Как этот процесс у вас происходил, поскольку это всегда по-разному, кто-то начинает писать, пока еще только идея существует, кто-то уже пишет и дает какие-то треки, когда фильм готов или почти готов, как это у вас было? Слушай, ну, если возвращаться к тому вопросу, к запуску моих рук везде, то к этому я тоже большой, да, приложил большую руку, скажем так, исходно, я когда сделал там, зафиксил, допустим, монтаж какой-то, одной, одну из каких-то версий, там, предфинальных, я начал думать о настроении и, соответственно, составил настроение из популярной музыки, рэп-музыки, создал настроение, в котором будет развиваться кино, после чего мы начали с Яриком обсуждать, я ему говорю, чувак, вот здесь мне нравится такое настроение, понимаешь, и он в этом смысле, потому что он очень близкий, мой друг, и мы всегда с ним в этом на волне были, плюс ко всему мне эта фактура близка, понятно, музыкальная, вот, и, в общем, с Яриком мы прямо на одной волне, вот, так как мы вообще дебютанты все, мы просто по наитию это делали, то есть я ему условно отдал весь фильм с референсной музыкой, вот, дальше мы с ним сели, каждую сцену разобрали, я ему пересказал там, вот это все свое, постарался пересказать настроение, после чего начали делать, вот, они мне присылали куски с его ребятами, где они писали музыку уже, и порой было там 10-15 версий, потому что меня это не удовлетворяло, ну, то есть, типа, круто, бодро звучит, но это не то, я говорю, чувак, нет, настроение, понимаешь, оно не то, он говорит, ну, что за настроение, я говорю, ну, что ты мне тут какой-то, я майку устроил, говорю, пляж, он говорит, тут все, я говорю, не то настроение, братан, ну, в общем, вот, как бы методом проб и ошибок, так и работали над, над фильмом, и мне кажется, он, круто справился с этим всем, ну, тогда я все-таки задам вопрос, что сейчас в твоем плеере, что вообще, ну, может быть, что вообще ты любишь слушать? Блин, слушай, в моем плеере ты можешь найти что угодно, и Анну Герман, и Канни Уэст ты можешь найти, и Земфира недавно ко мне заходила, понимаешь, абсолютно все, потому что, чем больше у тебя разноплановой какой-то музыки, тем больше шансов, что переварив ее, ты, ну, что-то это тебе может навести, или натолкнуть на какую-то прикольную идею, еще я люблю создавать такой мифический плейлист, условно, у меня нет еще фильма, но есть сценарий, вот, или я пишу сценарий, я называю плейлист названием этого сценария, и накидываю туда свое настроение, что бы я хотел, чтобы там звучало, и вот у меня был сценарий, который я написал года два, наверное, назад, ну, когда был постпродакшн, называется «Хасан с Фьюри», или «Пошел Хасан», это такой роуд-муви, боевик в стиле Джона Уика, и в общем, я придумал к нему, создал этот плейлист, который я гоняю с удовольствием по сей день, там и дагестанские песни, которые мне очень нравятся, понимаешь, и что угодно можно найти, ну, то есть, и рэп тоже есть, в том числе. Отлично. При идеальном стечении обстоятельств от сегодняшнего момента, твой сценарий, когда обратиться в фильм, как ты сам прогнозируешь? — Я, конечно, хочу, чтобы это было чем быстрее, тем лучше, вот, но боюсь каких-то строить прогнозов, надеюсь, что вот эта оттепель произойдет к следующему году, и мы выйдем и начнем что-то снимать, поэтому сейчас есть возможность круто к этому подготовиться, написать. — У Личисторов, есть суеверия свои перед замужком? — У кого-то, может быть, есть, у меня нет никаких суеверий. — Ну что, я тогда желаю, чтобы фильм, который мы увидим, и где ты будешь режиссером, может быть, только режиссером, а может быть, опять возьмешь на себя несколько функций, чтобы он появился как можно быстрее, главное, чтобы работа над ним была тебе в кайф, и чтобы продукт, конечно, который мы увидим, тоже получился на все сто. — Спасибо. — Было очень круто и приятно поболтать сегодня, спасибо, что ты нашел время, отдыхай, загорай за нас, за всех. Андрей Корышко, друзья, режиссер фильма «Ярда» у нас в гостях, я надеюсь, что режиссер еще очень-очень многих фильмов, которые мы сами посмотрим. — Олеся, спасибо, спасибо, ваш Ген привет, ваш Ген привет, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова